СМАРТ ПЛЮС Всем привет, друзья! Вы на канале СМАРТ ПЛЮС И вот такой вот нежданчик сегодня ко мне пришел Почему нежданчик? Потому что пришел довольно-таки быстро Они только начали продаваться и уже он у меня В общем, это телефон от Xiaomi Redmi 5 Plus Версия 4.64 гигабайта И что примечательно, что это глобальная версия Вот так все у нас выглядит И сразу ответим на вопрос Чем отличается глобальная версия от азиатской, от китайской В общем, вот смотрите Вот эта коробка от телефона Redmi 5 Ну, смотрите, во-первых, расцветка уже чуть-чуть другая Почему-то, не знаю почему, но они так решили И многие спрашивают, чем же они отличаются Так вот, отличие в том, что Здесь у нас есть иероглифы, китайские иероглифы Здесь и вот с этой стороны Тоже мы встречаем китайские символы Так, здесь же у нас На коробке Все на английском И сзади тоже у нас все на английском Это первое отличие Телефонов Так, ну что же Давайте же распакуем этого красавца И посмотрим на него вживую Силиконовый чехол прозрачного цвета Отложим в сторонку Ну и сам телефон У нас на канале уже есть распаковка И Redmi 5, и Redmi 5 Plus Но еще не было у нас глобальной версии Вот так все выглядит Ну, почему-то здесь есть китайские иероглифы И тут тоже есть Ну, сейчас будем все проверять Первое включение Телефон изначально запечатан в Целлофановый пакетик Мы его сняли уже Мы видим, что тут есть Некоторые отпечатки На защитной пленке Вот на заводе, наверное, собирали И своими ручонками трогали Все это дело Ну, сейчас посмотрим Какая же прошивка там стоит Мы знаем, что если азиатская версия Из коробки То там будет англо-китайская А тут смотрим И мы видим, что это глобалка Давайте сразу выберем русский И поехали загружаться Ну что же, друзья, вот мы и вернулись Телефончик загрузился И что мы видим Заходим О телефоне И смотрим Версию Android 7.1.2 Версия MIUI Global Стабильная 9.2.3 4 гигабайта оперативной памяти И 64 встроенной Но свободно 54 с лишним Так что 10 гигабайт, грубо говоря, памяти Под систему Сразу скажу, что Заказывал в магазине На Алиэкспресс И ссылочку я дам в описании Я там уже заказываю Не первый раз И все, в принципе, приходит Быстро и без проблем Еще вот продавец Положил вот такую вот Нужную вещь Пленочка на дисплей Такая Безделушка Бонус Но все-таки приятно Ну что же Давайте посмотрим Что в комплекте А в комплекте у нас Зарядка Уже евровилка у нас Так Давайте посмотрим Сразу 5 вольт 2 ампера Это не быстрая зарядка Это обычная Так в сторону Ну и само собой Стандартный USB кабель А тут у нас На английском Все Потому что Это глобалочка И это очень хорошо Потому Главное отличие Это то, что На коробке Надписи у нас Надписи у нас На английском Тут есть на китайском Ну и сзади Так само Ну и Глянем же сбоку На коробочке Есть тоже Надпись Global Version Так что Если будете заказывать И при получении Обращайте на это Внимание Так вот Вернемся Вернемся к комплектации И смотрим Вот Чтобы было Нагляднее Так Ну А вот тут У нас Версия На 32 гигабайта И это Версия Азиатская Тут еще Не установлена Глобальная Прошивка Поскольку Поскольку Загрузчик Был заблокированный И чтобы Установить Глобальную Версию Прошивки Нужно Немножко Заморочиться И подождать Ждать нужно 15 дней По новой Политике Xiaomi Только через 15 дней Дадут добро На разблокировку И можно будет Разблокировать И поставить Глобалочку Но нужно Подождать Потому На сейчас На данный момент Я рекомендую Покупать Только глобальную Версию Чтобы вы достали Из коробки И вот сразу Как я Начали пользоваться Тут же версия На английской Вот смотрите Даже тут Видно Ну смотрите Разницы Конечно Никакой В экранах Не будет Но все же Зайдем В инженерочку И Немножко Сравним Нажимаем О телефоне Так Версия Ядра Тапаем И попадаем В инженерное Меню Где мы Сможем Посмотреть Тут немножко По другому На азиатской Версии Нужно еще Один пункт Нажать Но Не важно Ну и давайте Зайдем Посмотрим Что тут Пишут У нас Обратите Внимание Что Экраны Тианма Что тут Что тут Отличий Нет Хотя Известно Что Сяоми Могут Ставить Разные Типы Матриц В одинаковые Модели Телефонов Так что Ничего Удивительного Смотрим Камеры У нас Тоже Абсолютно Одинаковые Отличий Нет Никаких Если Брать Визуальные Отличия То Никаких Отличий У вас Не будет А вот По поддержке Бендов Например Бен 20 Глобальная Версия Будет Отличаться Она Поддерживает Бенд 20 Эта же Версия У нас Не поддерживает Но Других Отличий Нет Никаких Абсолютно Взяли Телефон Что Тот Будет Отлично Работать Но Конечно Я повторю Что Чтобы Прошить Данный Телефон Нужно Хорошо Заморочиться И плюс Это Не так Уже Для Людей Которые Новички В этом Деле Это Немножко Будет Трудно Но Если Заморочиться Можно Чтобы Не Морочиться Советую Покупайте Глобальной Версии Чтобы Была Из Коробки Плюс Вам 3 гигабайта Оперативной Памяти Тут 4 гигабайта И 64 Встроенные По идее Та Что На 64 Вот Вот Этот Телефон На 64 Та Версия Которая На 64 Она По Идеи Должна Немножко Быстрее Открывать Приложение Ну И Конечно Ж Она Должна Больше Держать В Памяти Приложений Насколько Это Правда Мы Проверим Ну Насколько Это Правда И Есть Такая Идея В следующем Видео Или Через Одно Видео Снять Сравнение Скорости Запуска Разных Приложений Например Игры Браузер И так Дальше Ну Все Что Нужно Повторюсь Что Этот Телефон Пришел Больше Двух Недель Назад С Прошивкой Заморочились Но Нельзя Сделать Прошивку Разбакировать Загрузчик Вернее Ранее Чем Через Две Недели Нужно Ждать И Тут Еще Осталось Буквально Два Дня И Можно Уже Будет Прошивать Еще Один Момент Я Хотел Сказать Смотрите Если Вы Берете Азиатскую Версию Из Магазина В Китае И Там Написано Что Global Rom То Скорее Всего Я Не Уверен Но Я Могу Ошибаться Само Собой Но Все Таки Догадки Таковы Что Телефон Гатаре И Там Есть Место Где Есть Тест Пойнт И Чтобы Перепрошить Не Дожидаясь Разблокировки Загрузчика То Нужно Замкнуть Тест Пойнт И Тогда Можно Прошивать Но В чем Минус Даного Способа В том Что Банально В ваш Телефон Будущий Полезут Китайские Ручонки Будет Вскрываться Вот Эта Вот Часть Конечно Хочется Из Чтобы Никто Не Лазил Внутрь Конечно Это Не Критично С Одной С Другой С Вы Знаете Когда Получаете Глобалку То Знаете Что Она Из Заводов Вот В запечатанной Упаковке Была И Все Будет Нормально В данном же Случай Ее Будут Вскрывать И Прошивать Потому Все Таки Рекомендую Если Брать Глобалку Или Можно Взять Азиатскую Версию Просите Продавца Чтобы Он Не Вскрывал Коробку Чтобы Прислал Запакованной И Вы Потом Перепрошьете Через 15 Дней Сами То Вы Подадите Заявку На Разбакировку И Так Далее То Так Что В Принципе Я думаю Что Лучше Чтобы Была Оригинальная Прошивка Все Абсолютно Все Одинаково Кроме Прошивки Кроме Бендов Ну И У нас Уже Тут Евро Розеточка Ну И Конечно На Коробочке У нас Есть Тоже Надписи Английские А так В принципе Еще Можете Посмотреть Вот Как Выглядят Цвета Спереди Белый Тут Спереди Черный Золотистый Черный Черного Кстати Тоже Силиконовый Чехол Он Идет Темного Цвета Тут Прозрачного Так Что Ребята Выбор За вами Еще Что Хочу Сказать Что Мы Открыли Наш Телеграм Канал Где Мы Выставляем Лучшие Цены На Смартфоны На Смартфоны И не Только Так Что Заходите Ссылка В Описании И Не Забудьте Подписаться Чтобы Получать Уведомления А С вами Был Смарт Плюс Покупайте Классные Девайсы У Надежных Продавцов Всем Всего Хорошего И Всем Пока Смартфоны